Во время гонений Марка Аврелия язычники города Леона предали мученической смерти многих леонских христиан, надеясь истребить их всех. Двум христианам, Епиподию и Александру, чудом удалось уцелеть, и они бежали из города. Связанные с детства тесными духовными узами укрылись святые в хижине некой вдовы-христианки. Но там они вскоре были схвачены. Когда Епиподия и Александр объявили себя христианами, толпа разразилась криками ярости. Мол, даже пролитые реки христианской крови не истребили учеников христовых. Судья попытался поколебать решимость Епиподия и Александра, посулив за отречение от распятого спокойную жизнь, а иначе неминуемо постигнет его смерть. Но Епиподий воскликнул, «Жизнь, которую ты мне обещаешь, для меня вечная смерть, а смерть, которой ты мне грозишь, переход к нескончаемой жизни». Когда мы по вашим повелениям погибаем, муки, которые мы от вас терпим, дают нам перейти от времени к вечности, от нищеты и смертной жизни к счастью жизни, над которой смерть не имеет власти. Озлобленный на такие слова, судья приказал растянуть Епиподия и строгать его тело железными крючами. Но вдруг народ, обыкновенно алчущей крови, возмутился и стал требовать освободить этого христианина. Судья, испугавшись народного восстания, тут же повелел обезглавить святого. Вслед за Епиподием и Александр претерпел страшные мучения, а затем был распят на кресте. Благочестивые христиане похитили тела мучеников и спрятали в пещере Блислеона, которая вскоре прославилась происходящими в ней чудесами. 5 мая – день памяти святого мученика Епиподия и Александра Леонских.